Музыка Очень такая актуальная и модная тематика, много народу работает. Эта тематика считается такой прикладной. Неравенство Харди применял еще Соболев. У него последние монографии «Избранные вопросы теории функциональных пространств». В 1989 году, после его смерти, кончина уже была, она учениками корректирована и отредактирования опубликована. Неравенство Харди посвящает там под параграф. Вообще замечательная книга, вот эта, в 1989-м, тоненькая, и там много еще есть нового. Ну и в уравнениях, в уравнениях эллиптического типа с вырождениями, матфизика, физика, теоретики, они обнаружили, что неравенство Харди, Релиха, они связаны с принципами определенности Гейзенберга. Тоже это вот работает поэтому не только математики, но и физики, теоретическая физика. Есть люди, было старшее поколение, много людей, теперь уже 40-летние есть. Вообще тематика такая живая. Теперь, что мне нужно будет? Некоторые понятия. Так, мне понадобится, так, ага, вот на доске я нарисовал расстояние. Омега – это область в РН, она не совпадает со всем пространством. Это условие, что отлично от всего пространства нужно для того, чтобы расстояние до границы определялось. Иначе, если в РН возьмем, это будет бесконечность. Расстояние от точки до границы. Вот я здесь нарисовал. Функция расстояния, она имеет многочисленное применение, очень удобное, наглядное. Правда, она не гладкая функция. Если граница достаточно гладкая, вблизи границы, эта функция тоже гладкая. Вторые производные-то есть. А в целом она, ну, например, мне нужны будут только основные свойства этой функции, базовые. А они такие. Для любой области, для открытого множества, эта функция является липшицевой. С коэффициентом единицы условия липшицы верны. Сто лет назад, вернее, сто два года уже, в 1919 году, Радемахер доказал такую теорему. Если функция является липшицевой, функция определена в открытом множестве РН, то она дифференцируема почти всюду. Расстоянием до границы он не занимался, но вот, получается, эта функция... Ну, не будут особой точкой, даже в случае шара, для любой ограниченной области. Есть множество точек, где производных нет. Есть интересная работа, в 1935 году опубликованная Моцкина. Фамилия русская, ну, из Российской империи его родителей. Википедии я посмотрел. А он уже такой... Шифровальщиком работал во время войны. У англичан. У англичан. Ну, шифровка, не шифровка. Тюринг там много интересных людей. Вьет был шифровальщиком, пишут. Так вот, потерями Моцкина ситуация там такая. Вот расстояние до границы, она достигается в одной точке, или в нескольких точках, может быть, в ближайших точках, может быть, несколько. Моцкин очень такое простое утверждение, что если ближайшая граничная точка одна, то тогда в этой точке, для точки Х, ближайшая граничная точка одна, и только одна, тогда функция дифференцируема. А если ближайших точек несколько, то там производной нет. Не существует. И это первое. И второе, что вот модуль градиента, градиент этой функции расстояния, она единичка. Ну, поскольку существует почти всюду, вот она равна единичке почти всюду по модулю. Так вот, неравенств в Киппехарде довольно много. Я рассматриваю два неравенства. Тут вот градиент, а здесь градиент функции U умножить на градиент функции расстояния. Всего теоремы Каши и всего вот этого условия, вот эта величина во втором неравенстве 1,2, она не больше, чем вот это. Это ведь скалярное произведение, так обозначение скалярное произведение, даже может обратиться в некоторых точках в ноль. Поэтому в качественном плане вот это неравенство 1,2 как бы сильнее первого неравенства. Здесь теперь довольно важно для меня константы тут есть. Я считаю, что они выбраны оптимальным образом, то есть максимальные константы. Этим условием какая-то константа естественным образом определяется. Можно еще ниже там? А, это у нас кончается, да? Так, ну, да. Константы, вот определение констант здесь дано, инфимум. Наибольшие константы инфимум не стыкуются, но на самом деле стыкуются. Инфимум ведь это наибольший из минорант. Поэтому константы наибольшие из возможных. Вот, ну, здесь дается описание того, то, что я уже говорил о том, что вот градиент больше, чем вот этот. Это в силу теоремы Каши. Неравенство Каши для скалярного произведения. И вот это в условии. Почти все это выполняется. Поэтому для этих констант у меня будут вот такие неравенства. Так, теперь... Да. 1,1 и 1,2. В 1,1 у меня вот это участвует величина, а в 1,2 вот это. А что там? То есть усиленные харди – это 1,2, я называю. Это основное вот в этой работе. Ну, вообще, я вот тут хотел нарисовать, но слишком долго. Я сказал, что есть различные приложения неравенства типа харди. Собственно, я комплексным анализом занимался. Вот к этой тематике пришел как бы в некоторой степени случайно. В конце 90-х годов я решил классическую проблему одну для жесткости кручения. Нужно было найти параметр геометрический, который оценивает жесткость кручения сверху и снизу. А давайте я это нарисую, когда же интереснее, чем мой доклад. Тепершний. Так вот, кручение упругой балки, поперечное сечение омега, по модели Синвенана жесткость кручения определяется таким образом. Функция напряжения, ну, омега – это поперечное сечение. Вот омега. Берется краевая задача в области дельта уравняется минус 2, и у на границе ноль. Ну, и тогда жесткость кручения – это и есть 2, интеграл АКУ до Х до ИГР по модели Синвенана. Есть вариационная формулировка, но это вот для областей, поскольку краевую задачу надо ставить, для областей с кусочными гладкими границами. В общем, в случае вариационное определение есть через неравенство супремум для всех функций, неравных нулю С0,1 омега, до 2 интеграла АТУ. Ну, давайте, ну, хорошо. У – это необязательное решение, произвольная функция, что ДХ ДУ в квадрате и поделить на интегралы по омега. Интеграл, где легли на БЛУ в квадрате ДХ ДУ. Вот задача была такая, что нужно было найти геометрический параметр, с помощью которого жесткость кручения нужно оценить сверху и снизу. Задача, идущая еще от Каши и Синвенана, ну, вообще, первым там был Кулон, и там получилось такое решение у меня. Оказалось, что есть очень просто устроенный геометрический параметр, короче, жесткость кручения, омега – это односвязная область, плоско-односвязная область. Оказалось, что она ведет себя как давайте его обозначим И2Д омега это вот такая величина интеграл от квадрата расстояния до интеграл от этой функции. Ну, тут я декартовые координаты иксерик использую. Ну, это можно назвать моментом инерции области относительно своей границы. Вот вообще-то говоря, вот это у меня означает следующее, что отношение для всех односвязанных областей удовлетворяет таким неравенством. Вот, чтобы доказать эту правую оценку, мне пришлось применять неравенство вахарги. С тех пор вот я ими интересуюсь. А эта работа у меня была я докладывал на семинаре Гончара Андрея Александровича. Ну, это был семинар именно Гончара еще тогда, а не имя Гончара. И он пригласил меня в математическом сборнике у меня опубликовано в 98-м году. Так. Теперь переходим вот к этим. 6-й звездочек основная задача мне нужно оценить. Неравенство в Харде имеет интересную особенность. Вообще говоря, неравенство вот они в семействе С0-1, но это интерпретируется они как неравенство в некотором пространстве Соболева. Вот я здесь наверху написал. Вот от семейства замыкаем по норме, а в качестве нормы берем левый интеграл в степени единицы на b и правый интеграл в степени единицы на b. Ну, можно было бы взять интеграл, содержащий только градиент, это вот этот получается, но это не всегда хорошо. Мне нужно ограничить с обоих интегралов. Можно привести контрпримеры, что с помощью градиента обычно полунормы получается, поскольку функция на границе обращается в ноль, это будет нормой, но вот та норма и суммарные они не всегда эквивалентны. Это предыдущая страница. Предыдущая страница. вот это у меня левый интеграл, а это правый интеграл. Ну, длинные формулы выписывать не хотелось. Так вот, есть две теоремы, а, времени у меня много, а еще я тороплюсь так. Есть две теоремы, вот первое неравенство с градиентами изучалось во многих работах, я тут привожу утверждение для ССС-звездочкой, верно, такое утверждение, n больше или равняется двум размерам из пространства, p от единицы до бесконечности, s от единицы до бесконечности, в омега выпуклую область. И тогда оказывается, эту константу можно определить. Но такое утверждение для ССС-звездочкой было уже ранее известно. Вот эта теорема, теорема 1.1, она была доказана в статье Болинского и Эванса. Они, правда, требуют некоторые дополнительные условия на выпуклую область. И в этой статье указано, что неравенство вида 1.2, то, что связано с этой константой, они имеют применение в задачах распознавания и восстановления изображений. Какая-то была ссылка, но по этой ссылке у меня ничего не раскрылось, поэтому я не знаю, насколько это что и как там делается, но вот как говорится, за что купил, то и продаю. это в статье Болинского и Эванса утверждается. Я просто эта теорема доказана моей статье, я просто их обобщил, у них в случае P равняется S, еще есть дополнительные условия, от которых я избавился. Никаких условий на область, кроме выпуклости, здесь нет. Вторая теорема, она у меня уже была для C, P, S, и теперь в прошлом году я опубликовал следующее, что с S звездочкой тоже будет больше, чем как ли C без звездочки, больше, чем S минус N скепни P, делить на P, скепни P. Здесь, в отличие от теоремы для выпуклого случая, область произвольная. Произвольная область и на мерном пространстве, не равная всем пространству, но есть дополнительные требования. Здесь было S больше единицы, а S здесь я требую больше, размерность. И это по существу. Если S меньше размерности, все сильно усложняется. Но даже при этих требованиях так не бывает. Обычно это же часть теории теорем вложения пространства в Соболево. Там всегда есть ограничения на область. У Соболево было звездность относительно шара, условия рога, кривого рога и так далее. Всякие ограничения. А в этой моей теореме нет никаких ограничений на область геометрических. Ограничений только на параметры. Поэтому есть ряд людей, которые, видимо, решили проверить. Уже третье доказательство доказали. Правда, все на меня ссылаются, говорят, все верно. Но доказывать по-другому. Последний раз в декабре прошлого года из Хаев и Пинховерша есть такой известный математик, я на него ссылался. Он дает свое доказательство вот этого, что вот эта величина больше, чем вот это. При п больше единиц доказывает. Вот теперь переходим к настоящему докладу содержанию. Цель у меня такая. Вот теорема 1.1, которая есть для выпуклых областей, перенести на случай невыпуклых областей с той же константы. То есть у меня цель такая, как-то описать или найти невыпуклые области, которые в смысле констант Харки ведут себя очень хорошо, а ведут себя как выпуклые области. То, что было для выпуклых областей константы то же самое, но я беру частный случай. Не любые С беру П больше равняется двум, буду рассматривать случай, и С равняется двум. Вот это основное. Но мне нужны для формулировки теоремы для формулировки теоремы мне еще нужно оставить некоторые константы. Я их вводил в 2014 году, когда первое уравнение 1.1 исследовал это уравнение типа Лямба для гипергеометрических функций. Я тут только написал уравнение. Есть константы, введенные мной в 2014 году это просто некоторые числа, они зависят от размерности. Вот я привел для n равным двум это 2,49, для тройки определяется числом в виде единичка, а потом они уменьшаются. Они убывают, это доказано. Оценка можно снизу получить. Они все меньше единицы. Кроме равны 2,3. Они все меньше единицей. Вот константы есть. То есть это известные числа. И теперь можно... Ну вот я тут написал, что для омега это граница, омега с чертой замыкания области. Я рассматриваю области, лежащие во всем пространстве. На границе бесконечность может быть. И формулировка теоремы. Вот кроме этой теоремы других теорем у меня тут не будет. Это основная теорема. я беру такой случай. Параметр P от 2 до бесконечности, инмерное пространство и омега невыпуклую область. Такая, что вот эта величина ро от омега меньше... Это внутренний радиус. Определение было раньше. Ро от омега это радиус максимального шара, который можно вложить в область. На область у меня такие требования. Есть геометрические требования на область. Область должна быть такой, что любую граничную точку отлично от бесконечности. Ну, вот тут написано, существует внешняя точка, такая, что расстояние такое-то. Но если словами объяснить, следующее, область должна быть такой, что ее с внешней стороны можно покрасить окруженностью некоторого радиуса, и этот радиус должен быть не меньше, чем вот роди льд на лямбд н. А? У меня равно, но если большим, то меньшим тоже можно, да? Я здесь взял, так сказать, оптимальный случай. Можно и большим. Если большим, то меньшим, тем более можно. Значит, это... Ну и тогда вот я утверждаю следующее, что константа определяется точной в виде. Но неравенства Харди, вообще говоря, экстремали нет, как правило, нет, у Харди не было, он потому и этими неравенствами занимался в одномерном случае. То есть уравнение Эйнлера Лагранжа можно выписать, определить решение, но для этих решений там интегралы не существует. На самом деле экстремали нет, поэтому чтобы доказать вот эту вещь, приходится делать так, доказывать, что СССР не меньше, чем это, и что СССР и второй неравенств, потому что она точна, то есть СССР меньше, равно, чем вот это. Поскольку экстремально для области эти константы определяются точно, как инфимум, поскольку экстремали нет, приходится два неравенства доказывать. Ну, здесь у меня поэтому получается как бы нужно доказывать восемь утверждений, но я их сокращаю количество за счет лем, вот я как раз шесть лем есть, и я как раз их опишу. Так, у меня сколько времени осталось? Еще минут пятнадцать есть, да? Первые две леммы от геометрии области не зависят. Вот если какой-то LQ неравенство имеет место, то применяя неравенство Юнга и так далее, то для P большего чем Q можно получить неравенство уже LP неравенства. для доказательства леммы я эту лему применяю при Q равном 2. То есть выясняется, что некая бацанка снизу достаточно рассмотреть в случае Q равной 2. Так, следующий, пожалуйста, лему. Ага. Вот это утверждение было раньше. В моих работах мы еще с Шефигулиным и Зыбулиным в разных вариантах этим занимались. И здесь я доказываю аналог, что если константа найдена для какой-то области, то образование каждого произведения будет равенство. То есть получается так, половину утверждений я сократил. Следующее, пожалуйста. Третье лемма, геометические требования у меня частично используются. Значит, определение такое. Да, я говорю, что область, ну, условия прокраски области снаружи шарами, такие области я называю лямбда близкими к выпуклым. Вот это означает, что лямбда близость к выпуклам означает, что область снаружи можно покрасить, еще прокраситься вальником в виде шара радиуса лямбда. Бесконечной валеной точке не красим там, туда мы не затянемся. Во всех конечных точках. Вот это определение, оно является оригинальным, но идея, что как уйти от выпуклости, опорные шары нужно взять вместо опорных полупространств. Эта идея была в 59-м году не только конечномерных, но и бесконечномерных пространствах линейных, Банаха, Гильберта, Ефима Стечкина в 59-м году именно с шарами и Виаль, он внутренне распределение в 83-м году, это французская математика. Можно показать, что вот приведенное мое простое определение связано с определением слабой выпуклости по Ефиму Востечкину или Павиалю следующим образом. Область является лябдом близкой к выпуклой, в смысле моего определения, если она устроена следующим образом. Если замыкаем, берем внутренность, получается сама область. Это требование. И тогда, вот если область обладает этим свойством, омега является, вот лямбда близкой к выпуклой области омега, является одной из компонент внутренности некоторого множества х, а х это замкнутые множества, r слабо выпуклые по Ефимову Востечкину с некоторым радиусом, радиусом этим лямбда. То есть понятия вновь связанные. Но мне было проще так определить, чем переходить к Ефимову Востечкину, искать по компоненту и так далее. Ну и третья лямба, она слабо использует геометрические свойства области. Она является, вот это неравенство я доказываю, для любой области лямбда близкой к выпуклу, и никаких больше требований нет. Это фактически следствие одной теоремы, которую мы лет 10 назад, нет, лет 7 назад доказали вместе с Шефигулиным для этого параметра. Там у нас было условие, что оценки сверху можно получать в том случае, если есть хотя бы одна хорошая точка граничная. то есть область имеет хотя бы одну хорошую граничную точку, хорошую в этом смысле. Вот это если хорошая точка, она обладает. Есть шарик, лежащий в области, есть шарик, лежащий вне области, и они касаются друг друга как раз вот в этой точке, которую мы называем хорошей. существование одной такой точки позволяет доказать оценку сверху. Но для областей лямбда выпуклых к близким таких точек будет много, поэтому это как бы следствие. И следующее определение у меня такое. Я выделяю области лямбды близкие к выпуклым, которые образованы конечным числом опорных шаров. Там ведь требуется для каждой точки свой шарик внешний должен быть. А тут есть области, которые... Ну, я пример приведу. Вот возьмем это дуги окружностей, с одинаковым радиусом три опорных круга. Они охватывают все точки. Так может быть? Так частный случай так. Но с чем связан вопрос? В областях общих областях лямбда близких к выпуклам неравенства доказывать я не умею, я упрощаю себе задачу, может быть, одновременно усложняю. Заданную область омега я представляю в виде объединения областей омега-йод. Они так устроены. Тут компакт еще задан. Они все содержат этот компакт в области монотонной по возрастающей последовательности областей и омега-йод являются порождены у них для каждой опорные шары шаров конечное число. Сколько мне не важно, так что омега-йод в этом смысле вот они нечто типа этого. Ну, n штук, может быть, m штук. Граница области омега-йод состоит из конечного числа кусков сфер. Ну, при круговом многоугольнике в плоском случае получается. Можно дальше? Это да, вот четвертое лемма разбиения области было представление в виде объединения. А это вот неравенство разновидность неравенства Харди. Берется функция, которая единически обращается в ноль, абсолютно непрерывно, то есть почти все на производной есть, и доказывается следующее неравенство. Если здесь n равно единице, я беру случай n больше равно двум, если здесь n равно единице, то вот эти множители исчезают. это в чистом виде неравенства Харди, вместо ρ можно любое число ставить больше единицы, и даже бесконечность. У Харди бесконечность. Ну, она от нуля до бесконечности, тут от единицы бесконечности. Вот из-за того, что появляются вот эти множители, я там потом полярные и сферические координаты использую, и мне это нужно. Оттуда идет а если тут есть n, ситуация оказалась такой. Мне повезло в том смысле, что вот для любого ρ от единицы до единицы плюс λn такое неравенство верно. Это аналог неравенства в Харди. Вот λn как раз в этой лембине у меня и появляются они. Максимально возможные, они точные. То есть бесконечности я не имею права здесь на ρ большое ограничение есть. То есть для тех, кто понимает вот намерных неравенств в Харди это лемба 2,5 это просто замечательное утверждение техническое. Идем дальше. Ну и константы от нащетверти λn тут точны. Дальше это. Следующая лемба такая. Неравенство я, конечно, докажу вот согласно лембине 2,4 в областях выделенных омега йод, у которых опорные шары шаров конечное число, а потом нужно переходить к пределу, когда йод стремится к бесконечности. Оказалось следующее, что хотя про эту функцию, функции расстояния до границы очень много разных утверждений, а нужной мне теоремы не пришлось доказывать самому. Я доказываю следующее, что это у меня опубликовано в прошлом году, что если есть такое представление, тогда есть некоторый компакт, который лежит во всех этих областях, то тогда верно следующее, функция расстояния стремится для области омега-йод стремится к функции расстояния для области омега, равномерно на этом компакте, это сравнительно простое утверждение, в силу монотонности они растут, пределы будут, совпадение только нужно доказать. А нетривиальное утверждение два. Существует такое множество нулевой мерой, такое, что вне если из К вычитаем вот это множество, которое существует нулевой мерой, то в оставшихся точках есть поточечная исходимость. Вот такое утверждение. Но я не могу сказать, что я тут гений и дал длинные доказательства, но тут я воспользовался с очень сильными утверждениями теоремой Моцкина и Радемахера. Так что в целом это утверждение очень нетривиальное, если не знать теорем Радемахера и Моцкина. Они мне сильно пригодились. То есть это такое мощное утверждение. Все можно неравенство. Я я только кратко скажу о том, что я применяю первые три леммы и выясняется, что из восьми утверждений остается доказать только одно утверждение, следующее. Но это самый тяжелый этап, то есть на самом деле я должен доказать вот такое вот неравенство. Я перехожу к подобластям, получая неравенство в подобластях 3,3. Я уж не буду показывать перед обедом, тут у меня расписано, как это делается, как тут применяются эти леммы, только про предельный переход. Вообще говоря, вот этих подобластях омега-йод я неравенство доказываю для фиксированной функции, ну, произвольным образом фиксированной функции, у нее есть компактный носитель, вот это есть моё К, который я везде таскал, а тут потом перехожу к пределу, пользуясь теоремой Лебега мажорированной сходимости. У ноль это гладкая функция, ро по лемме сходимость есть, и вообще ро ограниченная функция, и этот градиент тоже ограничен, и получается предельным переходом все доказывается. Ну, и идем дальше, еще, еще дальше, еще дальше. Вот примеры есть. У меня еще три минуты, да? первый пример у меня такой, я беру крестообразную область, которую, вот, беру кривую и равняю единиц на х гиперболу, вот под гиперболой лежат, ну, для нее определяю радиус, ро от омега, шарик, круг, который можно вложить, ну, семитрично должно быть, будем предполагать, что я нарисовал семитрично, хотя я не симитрично нарисовал, ро от омега это единица, что касается лямбда, то она считается как минимум радиуса кривизны для гиперболой, а тут вот как вычисляется радиус кривизны, мы помним еще с первого курса, вот, это формула, минимальное значение корень из двух, и нужное неравенство такое вот, которое есть в условиях теоремии выполняется, и вот этот пример, следующий пример, пожалуйста, а следующий пример такой, я беру окружность радиуса единица, да, вот здесь написано, берем такую окружность, не окружность, а круг описанный таким неравенством, граница окружности будет, да, и крутим относительно оси ОЗ, получается тор, поскольку этот тор получен вращением окружности радиус единицы внутрь тора, тору, это трехмерный случай, внутрь тора умещается шарик радиус единица, теперь, каким шариком можно покрасить тор снаружи, шарик должен быть такой, чтобы шарик пролезал дырку бублика, это получается а-1, неравенство проверяю, теперь тут следующие в принципе пересечения двух областей лямбда и мю выпуклых близких к выпуклым с минимальным из этих двух постоянных близка к выпуклой, пользуясь этим можно сделать так, пересекать эти области полуплоскостью в этом случае или полупространством ну, этот тор, предположим, что это бублик, разрезаем ножиком пополам эта половинка она тоже будет областью лямбда близкой к выпуклой с теми же характеристиками или можно разрезать на несколько частей, перекрутить, поместить, получить большую колбаску она тоже будет построить примеры удовлетворяющие условиям теоремы не так сложно, но немного геометрии такой простой. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok